Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, в нашем эфире. Дмитрий, приветствую. Доброе утро. Да, приветствую вас. Меньше недели прошло с задержания Тимура Иванова, тем не менее, куча версий. Подкоп под Шойгу, внутриклановые разборки, охота за наследством Пригожина. Что вам ближе? Да, самый популярный вопрос последней недели. Ну, смотрите, поскольку я очень понимаю те принципы, на которых эта система функционирует, конечно же, коррупция не является причиной, почему от этого генерала решили, так сказать, не просто избавиться, а еще наказать таким жесточайшим образом. Я думаю, что здесь, ну, понятно, причина – это то, что сегодня выделяется на военные расходы 120 миллиардов долларов. То есть это огромный куш, за который, конечно, все эти кланы конкурируют. И каждый пытается поставить своих людей на распределение этих бабок. Вот. А, соответственно, понятно, что, значит, этот товарищ был, в общем, близок к Шойгу. Вот. Но, то есть крыша у него была серьезная и приличная. А на самом деле убрать его могли, да, скорее всего, убедив Путина, что этот чиновник мало того, что ворует, так он еще и как бы живет не по правилам военного времени. А это значит, что жена его там неоднократно выезжала в Европу, покупала там и затаривалась в бутиках. Ну, помните, да, были всякие разные расследования на эту тему. Я думаю, что, грубо говоря, он воровал-то, в общем-то, так же, как и раньше. Вот. Но в условиях военного времени он еще и тратил их, ну, скажем так, не... Как чиновники должны тратить в условиях войны, чтобы не злить, например, простых военных, простых граждан, а как-то демонстративно, да, так, что об этом узнали и, ну, очень многие люди. То есть это бутики, это какие-то там дорогие, это поездки за границу. Скорее всего, там был у кого-то второй паспорт. Вот. Я этого просто не исключаю, потому что просто так вряд ли бы жена этого генерала могла, или там бывшая жена, непонятно, какие они там настоящие бывшие, ну, согласно расследованиям журналистов, выезжали там и в Париж, и, по-моему, и в другие какие-то там страны. Вот. И это могло стать последней каплей, потому что Путин имеет дело с простыми гражданами, которых дико раздражает, что одни воюют и погибают, да, другие, которые командуют огромными деньгами и которые, ну, в общем-то, руководят министерством обороны в условиях войны, да, и вдруг родственники выезжают во вражеские страны, да, согласно пропаганде. Все-таки Европа, европейские страны, они не дружественные страны. Вот. И мне кажется, что вот здесь вот все это совпало, и желание, так сказать, забрать этот куш распределения вот этих больших денег, и закончилось все тем, что его еще демонстративно наказывают, причем наказывают по всей цепочке, не только его, а его людей. Вот. Насколько я знаю, что поступили указания в суды, и вообще есть негласная команда информировать руководство ФСБ обо всех попытках помочь этому генералу. То есть если там какой-нибудь адвокат пойдет, либо какой-нибудь министр, или какой-нибудь чиновник будет куда-то звонить, об этом необходимо докладывать на самый верх. Вот. А эта информация запущена ровно для того, чтобы никто даже не сунулся в суды, в прокуратуру помогать генералу. То есть это демонстративно делается, чтобы все остальные, даже если воруют, ну, по крайней мере, чтобы вот это потребительство такое, демонстративное, чтобы никак не проявляли. Дмитрий, скажите, интересует... Да, да, два аспекта интересует. Смотрите, там же еще всплывала история, что они не предатели Родины, да, сам Иванов. Как вы думаете, да, может ли дальше развиваться эта история, вот это, когда ему будут вменять госизмену, да, или этот вопрос закрыт, по вашему мнению? И скажите, вот в этом плане, сам Шойгу может себя чувствовать более-менее уверенно? Или не ровен часы с ним тоже могут попрощаться? Ну, тут два вопроса, давайте на первом отвечу. Во-первых, сам факт, что его отправили, этого генерала Лефортова, да, говорит, что ситуация какая-то очень серьезная. То есть какая-то госизмена или что-то подобное будет, то есть дело закроют. Потому что если бы это была просто коррупция, его бы отправили, ну, не знаю, там, в другую тюрьму, в другое СИЗО. Вот, а когда отправляют, значит, в Лефортова, это значит, что какая-то будет статья, которая дело закроет. Туда просто никто не лез. Вот, значит, что касается Шойгу, ну, это, безусловно, по нему ударило. Конечно, ФСБшники, я думаю, там, руководство ФСБ мечтает, чтобы этого Шойгу убрать, закрыть, там, куда-то отодвинуть. Вот, возможно ли, ну, здесь, подчеркиваю, да, это как в анекдоте про инопланетян, да, либо встречу, либо не встречу, шанс 50%. Здесь примерно тоже шанс 50% уберут его или нет. Потому что, с одной стороны, Шойгу сейчас ослаблен, то есть его ключевых людей, которые являлись кошельками, убрали. Поэтому вот в таком состоянии такого декоративного министра он, в принципе, никому не угрожает. Тем более, если сейчас вот эти потоки денежные достанутся тем, кому надо, ну, и пусть себе сидит Шойгу, несет ответственность за все, так сказать, неуклюжие действия Министерства обороны, но при этом деньги будут распределять люди под контрольное ФСБ. Либо его, конечно, могут убрать. Посадить? Нет. Не думаю. Почему? Потому что это очень близкий к Путину человек. Вообще мне рассказывали, что Путин сближался с теми, с кем охотился. Таких два человека было. Нет, может быть, их было больше, но двое, которые именно таким образом поддерживали и укрепляли связь с Путиным, это, я слышал, Собянин и Шойгу. Поэтому своих посадить вряд ли он посадит, потому что, ну, если он как-то избавится таким образом от Шойгу, значит, все остальные подумают, они же могут быть следующими, да, и тогда это создает почву для какого-то заговора уже против Путина. Вот. Поэтому мне кажется, Шойгу в каком-то качестве-то они оставят, но он уже не будет, конечно, таким влиятельным, как там два-три года назад. А если говорить вообще в контексте репрессий российских, просто часто, да, согласись, там, когда говорят, вот там, либералов, оппозиционеров сажали, а теперь как бы взялись за своих. И вот я, например, читал такое мнение, что вот теперь, теперь наступает большой террор, когда Путин и его режим начинают пожирать себя. Разделяете ли вы это мнение, или это все-таки пока разборки? Пока не разделяю это мнение, потому что это устранение, грубо говоря, каких-то там менеджеров, исполнителей, как угодно. Но если мы говорим про какой-то ближний круг бенефицаров или акционеров, кооператива «Озеро», как еще это называют, то пока Путин никого не трогает. А с помощью посадок высокопоставленных чиновников Путин просто держит все свое окружение в страхе, вот, и ровно для того, чтобы никто не посмел даже подумать о замене Путина на кого-то другого. То есть посадки, страх — это еще такой инструмент управления государством. В условиях, когда не все хорошо, когда страна под санкциями, в изоляции находится, война идет, которая никакого успеха не приносит. И, в принципе, нет никакой большой поддержки среди населения в этой войне, чтобы там не показывали соцопрос. Никто в военкоматы не бежит, да, все бегут либо за границу, либо в очереди против Путина. Поэтому в этих условиях ты должен еще запугать не только общество, но и элиты, свои собственные. Поэтому, конечно, периодически он будет выдергивать каких-то людей, связанных с основными кланами, не основных бенефициаров, да, а каких-то там помощников, не знаю, там, заместителей, кого угодно, для того, чтобы периодически эти кланы ты ослаблял. Менеджер должен ослаблять, чтобы никакой клан вдруг не усилился и не смог захватить власть уже, поставив вместо Путина кого-то другого. Поэтому мне кажется, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но почему-то мне кажется, что будет какой-то арест и посадка какого-то еще силовика. Вот тоже примерно статусом заместителя. Может быть, зам это будет ФСБ, может быть, зам в МВД или какой-нибудь зам генпрокурора. Ну, кто-то такой, скорее всего, да, кто работает на конкурирующий клан, он должен быть тоже каким-то образом наказан, чтобы, так сказать, вот этот баланс восстановить между кланами. Потому что если нет баланса, то просто конструкция, она опрокидывается и, так сказать, накрывает еще собой и главу государства. Ну, это, наверное, согласись, после 7 мая, после инаугурации нам стоит ждать каких-то очередных раундов этой борьбы. Ну, может быть, и до, а может быть, после, посмотрим. Всегда это будет. Ну, огласят список, скорее всего, именно после инаугурации. Спасибо, да, спасибо большое. Дмитрий, спасибо большое за разговор. Благодарим. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, был с нами. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова